Чёрные силы ведутся, ветер подует бойцом, за счастье народное бьются, отряды рабочих бойцом. Литературная композиция «Город живых» рассказывает о мужестве и стойкости мирных жителей в Великую Отечественную войну. Создатели спектакля, педагоги и воспитанники коллектива «Крылья» детской школы искусств номер два не ставили перед собой цели показать ужасы этого времени. «Город живых» – это переплетённая между собой история о том, как ленинградцы жили во время блокады, стояли в очереди за хлебом, учились в подвалах во время бомбёжек, навещали раненых солдат в госпиталях, помогали и поддерживали друг друга. Мы сразу заявили тему военную, и она подбиралась непросто. Эта инсценировка вообще в основе композиции лежат документальные материалы из дневников нашей поэтессы и прозаика Веры Инбер и учительницы-блокадницы Ксении Ползиковой Рубец. Великая Отечественная война от нас всё дальше и дальше практически не осталась в живых свидетелей тех страшных событий. Ещё несколько лет назад, накануне 9 мая, ветераны приходили в школы, чтобы рассказать подрастающему поколению о подвигах советского народа. Сегодня школьники только из книг, фильмов и уроков истории узнают о войне. Если нашему поколению ещё довелось общаться с живыми бабушками, дедушками, родителями блокады, а именно об этом наш спектакль сегодня, то молодое поколение лишено такой возможности видеть живых свидетелей блокады. И я так надеюсь, что после вот этой работы у юных актёров останутся какие-то исторические факты, вот эти малоизвестные. Детям предстояло сыграть сразу несколько ролей, практически каждый выступал в роли рассказчика, прохожего, школьника, солдата в госпитале. Каждое слово, звучащее со сцены, слово реальных людей, тех, кто в 1941-1943 годах жил в Ленинграде. Всё это позволило участникам театрального коллектива, исполняющим эти роли, сделать для себя важные открытия. Я знала про Ленинграду блокаду, блокаду Ленинграда, но сейчас я более подробнее про неё всё разузнала, поглубже, так сказать, туда проникнула. Надо же знать, какой, если можно так сказать, массовый подвиг совершили наши советские граждане, которые жили в городе, которые бомбили, обстрелили из пушек и лишали продовольствия. Часть этой композиции возили на международный конкурс-фестиваль «Восточная сказка» в Казань. За постановку коллектив получил диплом лауреата первой степени. Создатели планируют показать город живых на Саровской сцене ещё несколько раз. Екатерина Опёнова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.